У нас ось субъектности распадается тоже на ортогональной оси. С одной стороны субъектность действия, с другой стороны субъектность рефлексии. Человек как субъект собственного действия и человек как субъект собственного размышления об этих действиях, способности отдать себе отчет, это два разных человека. Литтл показывает, что ты можешь быть абсолютной тварью в плане осознания последствий своих действий, но при этом невероятно рефлексивным философом, теоретиком, который непрерывно создает разные модели самооправдания с опорой на фихте, по которому, если не ошибаюсь, тот герой пишет диссертацию. Но вот и возвращаясь к Наджангу, понимаешь, прямой запрет он ограничивает тебя как субъект действия. Но он не ссрит тебе в мозг. Он как бы пытается, но в современном мире возможность ограничения твоей свободы как субъекта рефлексии и ограничения твоей свободы как субъекта действия – это очень разные ограничения. В этом плане Наджанг – это то, что лишает тебя возможности отдать себе отчет в том, что ты делаешь как субъект. То, что в момент совершения этого действия – это именно что действие, а не просто еще раз нажал одну кнопочку на экране. И тогда мы следующий вопрос должны задать. Если мы уже ответили на предыдущий вопрос, что важнее ось субъектности или ось морали, мы сказали субъектности, то теперь нам надо ответить на следующий вопрос, что важнее – субъектность действия или субъектность рефлексии. Кто в большей степени совершает преступления? Слушай, а здесь нету такого элемента манипуляции, потому что любой человек, он по-любому исходит из состояния неполноты информации. То есть в таком случае никакой действия будет невозможно признать действием, если мы вот такую позицию занимаем. Именно. Поэтому в этом плане, собственно, и есть ключевая история. Наджинг, он вмешивается в последующую юридическую квалификацию тем, что уже становится непонятно, в какой степени это действие было действием. То есть он построен на усилении информационной непрозрачности для себя. Самая честная ситуация… Мой тезис заключается в том, что мы не про одно действие в таком случае не можем сказать, что это действие, потому что любое действие совершается в состоянии неполноты информации. Абсолютно любое. Нет, ну в этом смысле есть условия. Почему, собственно, выражение неполнота информации всегда имеет префикс «относительная неполнота информации». Разумеется, никто не действует в позиции Господа Бога или прорицателя Тересия, который знает все последующие за его действием события, что немножечко делает бессмысленные тезисы о его свободе воли. Он просто исполняет программу, он просто выполняет задания. Но при этом действия другого по отношению к тебе, его действия по отношению к твоим действиям, могут квалифицироваться двояко. Как то, что ограничивает твою возможность действия, и наши действия всегда ограничены действиями других. И то, что ограничивает твою возможность понять, что ты делаешь. Поэтому есть пропагандисты и военные преступники. И мы считаем пропагандистов, мы возвращаемся к теме нашего прошлого эфира, пропагандистов военными преступниками. Потому что создание завесы, искажение фактов, создание максимальной неполноты информации для того, чтобы лишить тебя возможности действовать или действовать по указке, что, собственно, и есть лишить возможности действовать. Потому что действие, совершенное по указке, не является в полном смысле слова действием. Вот в этом плане они совершенно в двух разных плоскостях работают. Один убивает в тебе субъекты действия, а другой убивает в тебе субъекты рефлексии. Но ответить все равно придется на вопрос, что важнее. То есть, а то, что любое действие совершается в неполноте, да, но просто как судить тех, кто сокращает твою информированность, кто вводит цензуру, кто не дает тебе понять, даже не создает условия, при которых ты не можешь осознать себя в качестве субъекта. И действия тех, кто... Мне кажется, ты сделаешь допущение, что у человека есть обязанность предоставлять всю полноту информации у посторонних. И таким образом ты подчиняешь постороннего нужде индивида. У меня есть другое допущение, которое предполагает, что рефлексия и действия необходимы для совершения действия. То есть, то, что я тоже уже заранее ответил на это вопрос. В том, что рефлексия является условием возможности, но не условием реализации. То есть, в этом плане ответ на вопрос является... Является ли рефлексия действием? Нет, не является. Она является условием возможности. Это как бы действие второго порядка. Слушай, можно я еще уточню? Просто я прям вижу, что ты здесь делаешь... совершаешь такую же манипуляцию, которую совершают марксисты, честно говоря. Марксисты говорят, что из-за того, что человек... Вот ты мне вернул обвинение в марксизме. Вернул, 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 потому что классическая марксистская манипуляция, что из-за того, что действия человека окрашены недостатком ресурсов, их нельзя считать свободными, потому что человек не свободен в своем human condition. То есть, он нуждается в крови, он нуждается в еде, он нуждается в том, всем, всем, десятым, и пока все это ему не обеспечено, человек не свободен и, соответственно, не способен совершать свободный выбор. Вот ты сейчас то же самое говоришь про действия, что действия нельзя считать действием, потому что если ты не обладаешь всей той полнотой информации, которая необходима для того, чтобы принять правильное решение, то это и не действие вовсе, потому что ты был лишен рефлексивной субъектности. Вот я... Я, во-первых, все-таки еще раз сейчас повторю, чтобы вот прояснить наоборот, это ты в этот момент настаешься на идее неполноты информации в качестве ключевой про то, что мы все равно не действуем. Так я и говорю, да, мы всегда действуем в ситуации относительной, я поэтому подчеркиваю слово относительной неполноты информации. Относительной чего? Вот. Относительной позиции Господа Бога, которому точно известно, в каких обстоятельствах совершается и какие последствия приведет. Мы такого лишены. Но при этом всегда есть некоторые необходимые минимумы осознания и рефлексии, как минимум благодаря этому тебя можно судить. Потому что если ты во сне кого-то убил, то возникает серьезная проблема, как тебя судить. Ты был во сне. Хотя и это большая тема, и она в праве хорошо осмыслен. А можно тогда вопрос задать? А почему тот поступок, который ты совершил во сне, не заслуживает такой же реакции, какой заслуживает поступок, я не знаю, бешеной собаки, которая тебя укусила? Да, ровно такое решение получается. Да, но бешеных собак пристреливают, условно говоря, мы не рассуждаем. Да, но поскольку у тебя все-таки есть человеческое достоинство, тебя отправят на принудительное лечение. Значит, так же, как если ты находился в ситуации делирия. Но даже в этой ситуации будет все равно ось добра и зла проведена внутри твоего бреда. Мы с тобой говорили об этом в качестве правил Макнотон, так называемых, в британской правовой традиции, когда суду придется разобраться с тем, а что тебе именно привиделось. И действует правило Макнотона, согласно которому, если тебе показалось, что твой сосед – представитель всемирного еврейского заговора, который хочет поработить человечество, и ты его грохнул, то тебя повесят, несмотря на то, что ты был в бреду. А если тебе приснилось, что твой сосед хочет тебя убить и подкрадывается к тебе ночью с ножом, и ты его убиваешь, то тебя отправят на принудительное лечение, потому что в этом смысле по обстоятельствам вымышленного мира, в котором ты находился в своем бредовом состоянии, ты, тем не менее, действовал, в общем, оправданно. Это была самооборона в мире бреда, поэтому тебя вешать нельзя, а вот лечить принудительно можно. Аналог – пристрелить бешеную собаку. Вот, ну да. Аналог – построение дивного нового мира. Да, да, да. Ты был под Сомой, да, то есть ты был в этот момент в полном смысле суббит. Но, тем не менее, да, даже… Или, наоборот, не был под ней, если помню. Еще лучше, да. Но в… Да, дикарь, потому что. Но в этой ситуации все равно признается субъект. Понимаешь, то есть они… В чем сила этого прецедента, и в чем доказательная база юриста Александра Кокберна, который все это продавил, и так возмутил королеву Викторию, что она собрала коллегию лондонских судей, чтобы они ей сказали, так нам можно вешать сумасшедших или нельзя? То есть в конце концов. Сила была как раз в том, что ты, будучи психом, находящимся в мире делирия, делирия не перестал быть субъектом. Потому что ты все равно, твое действие, совершенное в бредовом мире, где ты воюешь со всемирным еврейским заговором, все равно подлежит такой же квалификации, как если бы ты был субъектом действия. То есть оно должно судиться по обстоятельствам. Потому что предполагается, что минимальная степень рефлексии даже есть и у безумца. Но мы с тобой это обсуждали на примере закона о провокации британского в прошлом. А можно уточнить тогда, почему твое определение в примере с Королевой Викторией, твое определение органа, который решает, что является делирием, а что нет, это как раз та самая корпорация, получается, и подчинение человека корпорации. Почему мы начали сегодняшний разговор? Почему нет? Я не верю, что лечащий врач, который приходит и говорит, он псих. Ну да, давайте мы с ним поговорим и узнаем, что ему там привиделось. Как это было с Даниэлем Макнотоном, который убил пресс-секретаря премьер-министра. Нет, ну подожди, ну представление о норме и о том, что такое психическое здоровье менялись на наших глазах буквально за последние даже 30 лет, не то что за 100. Конечно, но при этом, прикинь, вот эта норма, она сохранилась до сих пор, несмотря на то, что поменялось за это время все, включая представление о психической болезни. Потому что сохранилась базовая аксиома, которая была выработана судом. То есть суд, в том случае коллегии судей, суд должен ответить на вопрос, что важнее, добро и зло или субъектность? А если субъектность, то где проходят границы? И суд говорит, вот даже для сумасшедшего, поскольку мы допускаем, это же на самом деле не опиралось вообще ни на какую-то психиатрическую науку, это чистое допущение, что даже сумасшедшие, находящиеся в мире бредового состояния сознания, не говоря уже о современных военных преступников, которые находятся в мире пропаганды, даже сумасшедшие в мире бреда отдаёт себе отчёт в том, с кем он воюет, кого он пытается убить. И если в его мире это убийство является частью самообороны, то мы должны его тогда принудительно лечить и выводить из этого мира. А если даже в его мире это было прям убийство-убийство, то мы его можем повесить, потому что он преступник даже по меркам своего психического состояния. это любопытная история, где они провели, по сути, знаешь, распространили действия британского права на все миры безумия и сновидения в том числе. А я здесь вижу что-то гораздо интереснее, помимо того, что подчинение безумства всем безумным мирам, всех безумных миров английскому праву, а я здесь вижу еще и отказ, как бы это правильно сформулировать, ну да, диктатуру добра и зла буквально. То есть есть орган, который определяет, что есть добро, что есть зло, и если ты отказываешься подчиняться представлению о добре и зле этого органа, тебя объявляют либо преступником, либо безумцем. Ну заметь, даже этот орган, который абсолютно тоталитарный, тут никто не спорит, потому что мало что так тоталитарно, как в психиатрии, и чуть в меньшей степени суды, даже им пришлось ответить сначала на вопрос о соотношении интересующих нас с тобой переменных, о добре и зле, о том, насколько человек субъектен, и где это субъектен. На вопрос о добре и зле они не отвечают, они себя назначают судьями просто. Нет, на вопрос о добре и зле отвечает свод закону в данном конкретном случае. То есть если убийство, закон признано злом, то мы апеллируем к нему. Так что тут мы имеем дело не с морализаторством фейсбучным, мы имеем дело со сводом законов. Поэтому вопрос о добре и зле здесь подменяется вопросом о виновности. Пока мы остаемся в чистой морализаторской плоскости, там, конечно, все это еще чистое добро и зло, и там все уже куда более плавающее и такое крикливое. Но вот здесь есть такая ось. Виновен, невиновен, субъектен, несубъектен, отдают себе отчет, не отдают себе отчет. И даже у них вот эта ось рефлексии, она выведена, отделена от оси действия. Поэтому, как говорил, классик. Давай тогда вопрос, раз мы про еврейский заговор заговорили, это вот как раз тема под конец. О, да, давай, еврейский заговор.